Взять и все-все-все-все-все-все-все, ну сейчас как раз у меня там есть картинка, я это разверну. Коллеги, теперь смотрите, если мы вот этот вот годовой сток за год, это какой-то объем, какой-то один кубокилометр, то есть миллион, миллиард этих метров кубических. Да, ну тогда можно выделить, можно по-разному. Я что хочу сейчас сделать? Я хочу разделить вот этот годовой объем стока, сколько воды притекает в замыкающий створ с водосбора, где мы работаем на маленьком ручье, или на большой реке, или где угодно, весь этот годовой, вот этот общий сток, я хочу разделить на площадь водосбора. И тогда получится у нас деление или километров кубических на километры квадратные, и тогда получится слой стоков, там в километрах. Ну мы ему из километров легко переведем в миллиметры, правильно? Разделим на тысячу, получим в метры, разделим еще на тысячу, получим в миллиметры, вот, то есть разделим то, что получится в километрах на миллион, получим слой стоков в миллиметры. Какие у нас вот типичные слои стоков? Такие вот средне-многолетние. То есть пока мы не говорим о максимальных, не говорим о минимальных, а вот в среднем, в среднем за 50 лет на реке Дон, там площадь водосбора на Дону не знаю сколько, ну, например, там 100 тысяч кубов и объем годового стока тоже 100 тысяч, то есть 100 тысяч квадратов, да, на 100 тысяч кубов. Разделим одно на другое, получим не то, получим единицу, неправильно. Мы должны получить одну тысячную, то есть мы должны получить слой стока, ну, примерно 500, 1500 миллиметров, может быть даже меньше, меньше, наверное, где-нибудь 200 миллиметров получим. То есть это такой вот слой, если мы размажем вот этот годовой, весь годовой-годовой сток реки Дона на его площадь водосбора, или сток какого-то ручья на его площадь водосбора, среднем, 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 многолетнем, то получим... Так, коллеги, наверное, лучше это там дальше у меня по каждой своя презентация, поэтому, может быть, лучше идти дальше. Так, теперь, коллеги, если мы разделим вот этот среднем, многолетний расход воды на площадь водосбора, я уже конспектирую, вот, если мы разделим Q на... То есть, коллеги, а может быть, пойдем сейчас дальше, пойдем сейчас дальше. Что такое модуль сток? Модуль сток – это сколько стекает среднем, многолетнем с одного квадратного километра. И вот такое вот сложное, смотрите, откуда получается вот такая сложная размерность? А потому что мы вот этот, расход, вот этот, в литрах в секунду, делим вот на эту, на километр квадратный. Вот литры в секунду делим на километр квадратный и получаем вот такую сложную размерность вот этого модуля стока. Вот, но вот в таком виде более понятно. То есть, литр в секунду – это расход, километр квадратный – это площадь водосбора. Мы делим среднем, многолетний расход воды на площадь водосбора. И такой... Не, обычно пишут не так, коллеги. Обычно пишут вот так. То есть, вот эту секунду из-под знака в знаменателе, его перекидывают вот в этот знаменатель. И объединяют вот так вот в общий такой знаменатель. То есть, литры, деленные на секунду с километра квадратного. Вот, модуль стока. И они, видите, теперь все взаимосвязаны. Сейчас я покажу дальше формулы. Что-то я вот прямо на одном слайде рассказываю все, что должен был рассказать там у меня дальше. Где есть слайд? Вот, коллеги, теперь. Это сток. Вот сток – это сколько приходит замыкающий створ. Коллеги, а есть еще? Смотрите, если мы выразим... А, тогда не так. Смотрите, вот это все одно и то же. Годовой объем стока, слой стока, норма стока, модуль стока. Коллеги, это все одно и то же. Вот. Мало того, первые три, вот годовой объем стока, слой стока и норма стока – это вообще одно и то же. Это просто вообще одно и то же. просто выраженный в разных единицах или объем сколько притечет до за год или за секунду расход или если мы разделим на площадь водосбора то слой стока вот ну может быть это вперед пойду но связи с тем что у нас считается что зависимость среднем многолетнего расхода воды от площади водосбора прямая то есть вот два раза больше костюм до сбора 2 раза больше расходов среднем и долете расход воды есть раз больше площадь водосбор знать в 10 раз больше среди многолетний расход воды прямая связь между и она завязана на модуль стока. Потому что модуль стока может быть в разных географических районах разный. Если у нас в Ленинградской области модуль стока, скажем, 10 литров в секунду с километра квадратного, то у Филиппа будет в Ростовской 2 литра в секунду с квадратного, а у Виталия в Волгограде будет тоже где-то 1,5 литра в секунду с километра квадратного. А в Новосибирске будет там, я не знаю, может быть, 8 литров в секунду с километра квадратного. То есть вот эти модуль... Для чего нам нужен модуль стока? Для того, что знаю модуль стока, модуль стока это такая районная вещь, коллеги. Вот это районная вещь. Это районная вещь. Она едина на каком-то участке. В Ростовской области везде примерно такой. А в Волгоградской немножко другой. А в Саратовской другой. А в Самарской следующий. В Кататарии дальше другой. Изменяются они. Но, в принципе, у нас один и тот же. Поэтому мы, зная это одно число, которое в голове может быть у каждого, по своей местности, мы знаем, в принципе, какой модуль стока. Что он может быть там на севере Ленинградской области у нас 11 литров в секунду, а на юге там 9 литров в секунду с километров квадратного. Мы его уже в голове знаем. И зная площадь водосбора вот эту. А, коллеги, а вот площадь водосбора везде разная. Площадь водосбора, она привязана к тому водному объекту, к тому створу на водном объекте, который вы и сами должны определить. Разными способами. Ну, самый простой способ, это взять карту, где есть горизонтали, там есть ваш водоток, там есть ваш створ. Вы на карте отмечаете створ и по водоразделу отбиваете водосбор вашего водотока с вашим замыкающим створом. Вы сами получаете это значение площади. И затем что вы делаете? Вы затем площадь водосбора, которую вы определили, умножаете на модуль стока, который вы знаете, откуда его брать, это отдельно будем говорить, и все. И таким образом вы получаете вот это, вот сейчас эти формулы, как раз на одном слайде все рассказал. Но сейчас к чему я хочу вернуться, что вот это, это параметры стока воды. Площадь водосбора, это параметр площади. А еще есть осадки. У нас есть норма осадков. Ну, например, например, у нас в Ленинградской области слой осадков, средне-многолетний, ну, скажем, там 900 миллиметров. А в Ростове там может быть 300 миллиметров. А у нас в тех же миллиметрах и слой выражается тоже. То есть это в среднем там на всю Ростовскую область, если вот размазать весь дождь, который выпадает за год, в среднем-многолетнем за все года, то получится слой, скажем, там 300 миллиметров. Это вот это, норма осадков. А если мы таким же образом размажем тот сток, который у нас приходит, замыкающий створ дона, и размажем также на площадь водосбора этого дона, то у нас получится 150 миллиметров. То есть это доля. Вот этот слой стока, 150 миллиметров, это половина, ну, если 150 разделим на 300, то есть вот этот коэффициент сток, это будет коэффициент стока. Коэффициент стока – это доля. Доля того, той тех, объема тех осадков, которые выпадают на водосбор, к объему того стока, который вытекает в замыкающем створе. Это может быть от нуля до единицы. Слой стока всегда половина. Не, конечно, не половина, может быть от нуля до единицы. Может быть любой от нуля до единицы. Что значит единица? Единица значит все стекло. То есть у вас какой-то заасфальтированная какая-то площадка, у вас там какой-то ручей, не ручей, а канава какая-то, и вы собираете сток, например, там с какого-нибудь аэродрома. И у вас вся площадь водосбора равна площади аэродрома. У вас все...